По заявкам поэтов мы немножко нарушим алфавит, алфавитный порядок, и будет выступать Наталья Резник. Пожалуйста. Здравствуйте. Мне очень приятно видеть столько поэтов в одной комнате. У нас в Кулараде гораздо меньше квадратный сантиметр. Поэтому, да, я начну с стихотворения, прочитаем стихотворение, называется «Совет поэтов». Я та еще девица, мой нрав тяжелый крут, и я полна амбиций, поверьте, так и пруд. Я тоже слабо жажду, хотя бы в кругу семьи часами бы однажды читать стихи свои. Но я сжимаю с хрустом амбиции в горсти и отправляюсь грустно на службу к десяти. Там воз отчетов хочет, и телефон звенит, и там весь день рабочий от всех меня тошнит. Но с твердостью дуба и летом, и зимой к шести плюясь поясубы на всех иду домой. Иду в себе с работы и голову чешу, и непременно что-то опять не напишу. Послушайся совета, в актер и инженер. Коль внижь себя поэтом, бери с меня пример. Ну, на самом деле, на этом надо поклониться уйти, но раз уж мне дали пять минут, я почитаю еще. Раз уж я все равно приехала, на этот раз уже менее веселая. Синяя борода. В деревне у нас говорили, что я горда, независима, свободна и весела. Пока не пришел синяя борода, сказал, пошли со мною, и я пошла. Он запер меня в своем огромном дому. Приходил иногда ночами, как муж к жене. Он делал со мной такое, что никому я бы не позволила в самом кошмарном сне. А потом он себе другую найти решил, потому что был молод еще и вполне здоров. И однажды ночью он меня задушил и сбросил около дома в глубокий ров. Нас тут много таких. Мы частенько его чистим. Мол, маньяк и убийца без совести и стыда. И сумел же в круг пальца дурочек обвести. Вот если бы опять, то мы бы с ним никогда. Я тоже в этом клянусь на чужой крови, которая с грязью смешалась в проклятом рву. Но если придет и скажет он, оживи, клянусь, что в ту же минуту я оживу.